Приветствую вас! В шесть с половиной лет ребенок уже вполне способен выражать свои чувства, вполне способен выражать свои мысли, вполне способен делиться ими с словами, например, вот. И, на мой взгляд, вы как-то, вы знаете, по моим ощущениям, очень ситуационно, скажем так, подходите к вопросу, как мне кажется. Что значит ситуационно? Ну хорошо, во-первых, если дочь по вам скучала, хорошо? Дочь куча. Дочь не может находиться без вас, там, условно говоря, в какое-то время. Ну, можно посмотреть. Она не может находиться без вас только в школе, или она не может находиться без вас вообще. Если она не может находиться без вас только в школе, это одно, если она не может находиться без вас вообще, это другое. Если она не может находиться без вас только в школе, то здесь именно в школе, скорее всего, проблема. И я не очень знаю, откуда у вас информация о том, что её никто не ругает, не повышает голос и так далее. Если вам это говорят, как бы, собственно, те, кто не повышает голос, то извините, извините, не всегда есть сознание верить. Но, скорее всего, есть какие-то другие моменты, скорее всего. Например, момент такой, что ребёнок может думать, что вы чего-то ожидаете от неё в детском саду и, соответственно, боится, что эти ожидания не оправдают. И в итоге уходят в слёзы, чтобы ничего не сделать. Её пожелили и не бороться вот с этой вот возможностью оправдать, не оправдать ожидания. Также, то, что вы ходили на подготовку к танцам, ну, я не очень, как бы, понимаю, зачем это ребёнку дошкольного возраста, если только не собираются профессионально заниматься танцами. Вот. Но это, условно говоря, может у ребёнка создать дефицит вашего общения с ним, вашего общества с ним. Дефицит именно вот тепла, которое вы, как родители, даёте своему ребёнку. И дети, которые в младшем, ну, вот в младшем школьном и дошкольном возрасте много времени проводят на, условно говоря, каких-то вот мероприятиях, да, они вырастают, ну, точнее, они растут, не вырастают, а растут именно или эмоционально отстранёнными, такими достаточно, ну, что ли, устремлёнными, да, или сверхчувствительными. То есть там, ну, исходя из того, что я знаю, детская психология, ну, не совсем моя сфера интересов, там нет вот такого, что есть какая-то 22 середина. И мне кажется, что ваш ребёнок может быть чересчур загрузен. Я не уверен, но может быть. И, соответственно, это может всё на нём сказываться. Вот. И, вероятно, есть ещё куча моментов, которые я не осветил здесь, ну, это невозможно сделать. Вот. Я могу сказать, что если ребёнок вообще без вас не может, то это совершенно определённое тогда дело в вашей семье и в отношениях, вот, в отношениях между вами ребёнком, между папой ребёнком, между старшим братом и его сестрой, да, в принципе, отношения между, ну, внутри вашей семьи. Всё это очень важно. И нужно тогда уже делать анализ именно этих отношений, именно отношений внутри вашей семьи, пока вне контекста ребёнка и вне контекста старшего брата, пока только между вами и, например, отцом, ну, если отец проживает с детьми. Вот. Понимаете, какой момент? То есть, эээ, пока, эээ, больше похоже на то, что ребёнок, эээ, испытывает определённое напряжение и, эээ, пытается это напряжение вот, эээ, таким весёлым образом снимать. Вот. Ну, я уверен в этом, конечно. То есть, эээ, это всё из области предположений, предположений, грубо говоря. Вот. Но, как, как бы, эээ, на мой взгляд, эээ, есть, ну, есть довольно высокая вероятность, как, как мне кажется. Эээ, вот, эээ, того, о чём, о чём, эээ, эээ, я говорю. Вот. Хотя, может быть, у вас будет строгая позиция. Может быть, вы не будете согласны со мной. Эээ, вот. То есть, эээ, вариантов здесь, на мой, ну, на мой, на мой взгляд, эээ, может, может быть, ээээ, прилично. Вот. Эээ, собственно говоря, вот так. То есть, это вот то, что, эээ, на первый, эээ, взгляд, можно вам, ну, сказать, наверное, с точки зрения психолога. Вот. И не пробейтесь, эээ, ввести ребёнка к психологу, потому что, не самый, это, эээ, приятный и хороший опыт для, ээээ, ребёнка. Вот. Ээээ, я не говорю, что психолог это обязательно плохо. Нет, есть, эээ, случаи, когда можно и нужно обращаться к специалисту, но, ээээ, пока есть возможность и вероятность того, что, эээ, проблема не в ребёнке, а в вас, да, ну, в вашей семье. Вот. Лучше всё-таки работать в этом направлении, потому что там можно, можно, ээээ, там можно, ээээ, ну, как бы скорректировать всё немножко, немножко, ну, более безболезненно, что ли, да, для ребёнка. Вот. Вот. Более безболезненно. Именно, именно для него можно будет, эээ, более безболезненно решить. Вот. А так визит к психологу может просто ещё больше травмировать девочку, поэтому на мой взгляд спешить не стоит. К психологу вы ребёнка отвезти успеете всегда, но повторюсь, действовать нужно либо с помощью арт-терапии, либо игротерапии. Когда ребёнок подрастёт, если там будет 7-8 лет, то можно воспользоваться уже и гуманистическим подходом или клиент-центрированной терапией. Для детей это достаточно хорошо работает. Конечно, если психолог, условно говоря, хороший. Если психолог профессионал своего дела. Потому что понятно, что если в специалисте, грубо говоря, вы не уверены, да? То, как бы, на мой взгляд, клиент-центрированный именно терапией заниматься, наверное, не стоит. Потому что это может привлечься, ну, просто в разговор, просто в обычный разговор. И всё. Вот. В итоге потрачено время, деньги, вот. И, и, ко всему прочему, ещё и ребёнку будет несколько, ну, как бы, как бы, отгощён. Так вот, по цели, потому что, для ребёнка это тяжеловато. Вот. Что это сейчас, вот, именно сейчас, до того, как, вот, до всего этого, что вы можете прямо сейчас сделать? Значит, я бы сказал следующее. Проверьте, ребёнок не может оставаться без нас только в школе или вообще. Это первое. Второе. Постарайтесь поспрашивать у него, с чем связана скука. То есть, ну, просто, вот, поймите, что, скука, да, это, это, не базовое чувство. Скука, это защита от чего-то. Вот. И, соответственно, у ребёнка есть что-то глубже с скуки. Вот. Ваша задача, как, о, самого близкого, пока что, человека, для, о, своего ребёнка. Вот. С этим разобраться. Разобраться и постараться, постараться понять и определить, с чем это, вот, связано. То, что ребёнку скучно. Ой, простите, не скучно, а истерика случается, да, истерика. Извините, 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 пожалуйста, сильно плакать, всё начинает, простите. Вот. То есть, опять же, слезы, это защитная реакция. Вот. Такой вот, такой вот момент. На этом давайте закончим. Я надеюсь, что помог. Желаю вам всего самого доброго. Будем надеяться, что обратная связь, которую вы сформируете по результату моих комментариев и комментариев моих коллег, послужит началом плодотворной работы над собой. Продолжение следует... Продолжение следует...